Всем доброго дня! С вами Марина. Сегодня я буду готовить манты. Для данного рецепта я буду использовать фарш ассортие свинина с говядиной. Также для фарша мне понадобится лук, картофель, соль, перец молотый душистый и черный. Для приготовления теста мне понадобится мука, вода и соль. Тесто буду готовить в тестозамесочной машине. В чашу выливаю воду, всыпаю соль и всыпаю всю муку, заранее которую просеяла. Чашу устанавливаю в машину и на слабой скорости буду замешивать тесто. Готовое тесто вынимаю из чаши, слегка его еще умную. Перекладываю в миску, накрываю крышкой и даю тесту отдохнуть. Для приготовления фарша я лук нарезала крупными кусочками и буду измельчать в измельчителе. Очищенный и помытый картофель натираю на крупной терке. Приготовим фарш. В готовое перемолотое мясо ввожу измельченный лук, добавляю натертый картофель, всыпаю соль, перец, вливаю немного воды и хорошенько все перемешиваю. В процессе замешивания фарш слегка отбиваю. Фарш готов, тесто отдохнуло и можно приступать к лепке мантов. Почу поверхность присыпала мукой, отрезаю часть теста, формирую из него жгутик, нарезаю на равные кусочки и дальше работаю с кусочками теста. Раскатываю их тоненько, в ножный, не диаметром, в кружочек. На заготовку из теста укладываю порцию подготовленного фарша и скрепляю тесто, формируя манты. Готовые манты выкладываю на секцию заранее смазанное сливочное масло. Продолжаем лепить все манты. Секцию с заготовками ставлю в кастрюлю и выставляю на кипящую воду для готовки. Вода в манты закипела, ставим секцию с заготовками, накрываем крышкой и будем ждать приготовления. Манты готовили 45 минут. Они готовы, можно вынимать и подавать к столу. Манты готовы. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, смотрите мои другие видео, приготовьте это вкуснейшее блюдо и я рада буду видеть вас снова у себя в гостях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!